Два часа дня в Одессе. Как всегда, в это время рассказываем вам главные события, известные нам к этому часу. В студии Максим Малынов. Добрый день. Одесский припортовый завод могут продать всего лишь за 150 миллионов долларов. Об этом заявил глава фонда госимущества Игорь Белоус. Это в три раза меньше первоначальной стоимости. Напомню, ранее, 18 июля, конкурс по продаже почти 100% акций предприятия был сорван. Причина – отсутствие заявок инвесторов. Эксперты считают, что причиной тому стала завышенная стоимость ОПЗ. Почти два месяца назад стартовая цена была более полумиллиарда долларов. Уже со сниженной стоимостью в конце октября ОПЗ выставят на повторный аукцион. Кабинет министров поддержал эту инициативу фонда госимущества. Напомню, Одесский припортовый завод – это второй по величине изготовитель аммиака и карбамида и третий по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. И в то же время Соломинский районный суд Киева отказался отстранять от должности замдиректора и первого зама главы правления Одесского припортового завода Николая Шурикова. Об этом заявил он сам, предоставив соответствующее судебное решение. Напомню, что Национальное антикоррупционное бюро подозревает Николая Шурикова в присвоении, либо растрате имущества ОПЗ в особо крупных размерах. Именно НАБУ ходатайствовало об отстранении его от должности. Промрынок «Седьмой километр» ежемесячно отправляет Януковичу 800 тысяч долларов. Такое заявление в эфире одного из центральных телеканалов сделал глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. По его словам, владелец рынка, экс-регионал Юрий Иванющенко, перечисляет деньги бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, а также за поддержку оккупированной территории Донбасса. Саакашвили заявил, что в Одессе есть и другие предприятия, которые финансируют незаконные военные формирования на востоке нашей страны. Напомню, накануне прокуратура Одесской области провела обыски на рынке «Седьмой километр» и там изъяли контрафактную продукцию. В Одессе возведут мемориал воинам АТО. Разместится он перед Одесской облгосадминистрацией на проспекте Шевченко. Пока одесситам можно обсуждать проект мемориала и вносить свои предложения. Это можно сделать в Приморской райадминистрации. Сейчас там проходит выставка проектов. 16 сентября жюри подведет итоги. Я напомню, недавно городские власти выступали против почтения воинов, погибших в зоне боевых действий. Так вице-мэр Одессы Олесь Янчук не захотел в нашем городе улицу Небесной Сотни, в результате чего был отстранен от должности. Драка и один труп. Так закончилось застолье в городских бездомных. Ночью на втором городском кладбище полицейские нашли мертвое тело мужчины. На нем были многочисленные телесные повреждения. Оказалось, 34-летний мужчина бомж, а второе городское кладбище служило ему домом. В тот день он выпивал вместе с друзьями. Когда мужчины возвращались домой, между ними возник конфликт. В течение дня мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Возвращаясь на кладбище, погибший нецензурно высказывался в адрес попутчика, что и послужило причиной ссоры, в результате которой злоумышленник нанес в жертву множественные удары кулаками. Я его начал мить пару раз дал, ну а при угоне упал, ударился головой об асфальт. Я его еще раз поднял пару раз, ну дал. Потом я увидел, что он лежит весь в крови. Я испугался, начал его на втором кладбище, там колодец есть, я его начал мыть. Мыл, мыл, мыл. Потом сам испугался, его оставил там и ушел в сторону второго кладбища. Лег на лавочку спать. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в убийстве человека. И продолжаем выпуск. 25-летие независимости республики Словения отмечают сегодня в Одессе. В нашем городе под патронатом почетного консульства этой страны открылась фотовыставка «Чувствую Словению, чувствую 25». Здесь представлены 40 работ славянских фотографов. На них запечатлены популярные и не очень места, спрятанные в разнообразном ландшафте страны. На фотографиях зритель найдет реки, озера, горы, леса, увидит богатые, природные, культурные и социальные наследия Словении. Открытие выставки собрало представителей большинства дипломатических миссий, представленных в нашем городе. Приехала и чрезвычайный полномочный посол Словении в Украине Наташа Прах. По ее словам, культурный обмен между нашими двумя странами сейчас находится на довольно высоком уровне и продолжает развиваться. Но при этом она также отметила, что экономический обмен между странами станет еще шире после открытия прямого сообщения. Что же касается самой выставки, она пробудет в нашем городе еще неделю. И каждый желающий сможет совершенно бесплатно ознакомиться с ней по адресу Екатерининская, 25. Пока на этом у нас все. Мы встретимся с вами в эфире в 4 часа дня. Тогда у нас будет больше новостей и подробностей по самым ярким событиям Одессы и региона. Ну а сегодня вечером в 17 часов 20 минут в проекте «Вечер на седьмом» будем обсуждать тему тарифов на ЖКХ и жилищных субсидий. Не пропустите, сегодня в 17.20. До встречи в 4.